Вот как можно, если тут два человека, если будет подниматься, то сюда в зоопарк же будет ходить людей очень много. Узкие лестницы и проемы, скользкие пандусы, нефункционирующая система слива. Вот лишь некоторые недочеты, которые были обнаружены руководством зоопарка по итогам строительства. По заверению сотрудников Зверинца, объект гора, предназначенный для диких копытных животных, не подходит для их содержания. Вольеры для горных архаров и козлов маленькие, система слива нарушена, а полное отсутствие границ между вольерами может привести к смешиванию видов. Они говорят, что вот тут один вид будет, в другом месте будет другой вид. Но эти виды, два вида, говорят, никак не соединятся. Она поднимается тут, вот тут, отсюда может идти соединиться, а не место может быть. Это первый вид. У них нет определенных, чтобы делить. Во-вторых, вот здесь посмотрите, вот эта яма для чего сделана? Чтобы тут дождь, вода собирается. А куда идет это? Там некуда идти. Вот просто сделана такая яма и все. Неправильно, по словам руководства Зверинца, рассчитано расстояние между горой и смотровой площадкой. Дикие копытные животные с легкостью смогут перепрыгнуть за территорию вольера, минуя ограждение. Эти вообще козы нападают на людей. Винтороги, козел или архар, они свободно могут оттуда перепрыгнуть сюда. Это свободно. Потому что тут будет зелень, они могут туда перепрыгнуть. И вот этот щит, где аппарат стоит, оно должно быть полностью закрыто по технике безопасности. Не должно быть такое. Исчезли с объекта гора и малые архитектурные формы. Макеты горного козла и снежного барса теперь пылятся в подсобном помещении зоопарка. Проектировщики сказали, что это не пойдет, снимите. Потом его сняли. Неоднократно директор сказал, что не надо снимать туда-сюда. Но все равно они не послушали, сняли. Неприспособленным оказалось и внутреннее строение горы. Вольеры для экспозиции «Ночная жизнь» маленькие, а проходы между ними узкие. Тут еще не готовы. Даже взяли, набросали песок, и никакого оформления нет. Тут где поить, где кормить, нет такого места. По ширине внутри, которая, конечно, она не соответствует. Потому что не будет же в день 5-6 человек ходить. Тут, когда много людей ходит, даже невозможно ходить, пройти. Специалисты организации МИРИ и Саулет ЛТД, которые занимались проектированием искусственного горного хребта, вместе с московскими архитекторами, уверяют, что все в порядке. Проект был выполнен согласно плану еще до назначения нового директора. Высота горы, размеры вольеров, ширина проемов были определены еще до начала строительства. И никаких отклонений от нормы допущено не было. А малые архитектурные формы в плане и вовсе не предусмотрены. По факту несоответствия, либо напротив, возведения согласно плану объекта, гора специалистами областного ГАСКа назначена проверка. Она-то и должна поставить точку в спорном вопросе. К слову, строительство Африканской зоны обитания, диких животных и искусственного горного хребта на территории зоопарка началось в 2013 году. На эти цели было выделено 896 миллионов тенге. Объект должны сдать в эксплуатацию весной следующего года.